Тамара Петровна в доме по улице Дружбы Народов 52 живет чуть больше года, но уже ощутила все прелести отсутствия автобуса. Если нужно выбраться в город быстро, вариантов немного – вызвать такси или бежать до остановки возле Преображенского собора, а это больше километра. По Дружбе Народов, конечно, ходит троллейбус, но не так часто, как хотелось бы местным жителям. «Троллейбус, как бы, вот он ходит в основном где-то с 7 часов до 11, вот так вот, как бы, для людей, кто работает. И вечером где-то вот так вот регулярно, что можешь недолго его ждать, где-то с 4, с полпятого и до полседьмого. А потом его ждешь в промежутке 20-30 минут. Остановки, как самой, тоже нет. Если мы его ждем, то под открытым небом и ветер, и все на нас, потому что просто стоят скамеечки». Местные жители считают, что их проблему решить просто. Для этого достаточно немного изменить маршрут движения 11-го автобуса. Сегодня он идет по Дружбе Народов, за Преображенским собором поворачивает на Торосово и через Северный проезд возвращается в центр. Жители новостроек просят, чтобы 11-й маршрут шел по Дружбе Народов до конца улицы и только потом уходил направо через Северный проезд. Доступным общественным транспортом были бы обеспечены сотни человек. В администрации города о проблеме людей знают. 11-й автобус с двумя дополнительными остановками могли запустить еще в прошлом году, но подвел застройщик. На Дружбе Народов 52 в 2015 году еще велись строительные работы. Территория, где должен поворачивать автобус, заставлена строительными вагончиками. Один из них до сих пор не вывезли. Как только территорию освободят, будет оснащена и автобусная остановка. У нас уже подготовлена вся необходимая документация, как для смены движения автобусного маршрута. Мы планируем осуществлять обслуживание этого района маршрутом номер 11, так и документация по техническому обустройству дороги. По весне, если там территория будет приведена в нормативное состояние, мы там обустроим остановочный пункт. И я думаю, что в течение лета, самое позднее к осени, мы эту проблему решим и реализуем те мероприятия, которые мы там наметили. Олеся Калиниченко, Дмитрий Кузнецов, Вести, Хакасия. Продолжение следует...